Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Получение в неделю седьмую по пятидесятнице. Какое драгоценное сокровище это искренняя, твердая и несомненная вера во Христа, если через нее можно получить всякие блага от источника, преснотекущего всех благ нашего Господа Бога. В самом деле, кто из нас не получал от Господа, если только Он приступал к Нему с искренней верою и искренним покаянием всякие блага душевные и телесные, и притом в один день многократно. Христиане, живущие всегда по вере и во всяких нуждах, привыкшие обращаться к Господу, громко свидетельствуют, что по вере их Господь совершает в них, в их внутреннем мире, а нередко и вне их, бесчисленны чудеса, в своей благости и силы, что они переставляют горы Божьи благодатью. Не горы земные, хотя и они повинуются верующему, но горы скорбей и прилогов вражьих, налегающих на душу, что они врачуют ею свои немощи душевные и телесные, побеждают страсти, очищают от скверных грехов, получают нравственные силы, которых прежде не имели, содеивают всякую правду. Но если такое благо для человека есть вера, то отчего не все ею обладают, отчего не все стараются стяжать это сокровище, дорожайшее всех земных сокровищ, отчего больше встречаются неверующих, чем верующих. Ведь Бог не лицеприятель и готов всем раздавать свои сокровища, всем усердно желающим и ищущим. Многие не имеют веры, не обладают верою от невежества своего и от того, что не ищут ее и не просят ее усердно у Бога. Ибо вера есть дар Божий. Другие не имеют веры от гордости, кичливого ума или от того, что обратились всем умом и всем сердцем к миру и к плоти, а не к Богу и его святому закону. Не дорожат верою как чем-то маловажным, без чего будто можно легко обойтись. От того, наконец, что не очищают сердце искренним покаянием. Ибо вера не может обитать в сердце непокаянным, как чистая черь небес. Потому-то искренняя, твердая и нелицемерная вера ставится в заслугу человеку. И ради ее Господь сообщает ему бесчисленные блага. И вот почему Господь Иисус Христос искал веры в людях и за веру их прощал грехи, творил чудеса именно. Исцелял всякие болезни, воскрешал мертвых. На такую же власть дал и своим апостолам, повелев им исцелять больных, воскрешать мертвых, очищать прокаженных. Почему Господь требовал веры как условия к получению его благодеяния? Вера сердечная в человеке служит как бы руками или устами к принятию Божьих даров. Что руки или уста в теле человека, то вера в душе. Вера орудия и средства к принятию Божьих милостей. Вера уста души, открой уста молитвы и покаянием, и наполнится душа благодатью. Чтобы погубить душу человека, дьявол закрывает сердечные уста, чтобы человек не беседовал с Богом, не молился, не просил его, не славил, не благодарил его. Явно, что мы должны как можно чаще открывать сердечные уста, возгревать в себе охладевшую веру, и то и дело обращаться к Богу с молитвой веры. Ибо мы все окаянны, нищи, слепы и наги, без Бога. Аминь. Поучение с проповедческой христианами. Субтитры создавал DimaTorzok